Военно-морские силы США продолжают активно работать над лазерным оружием и в очередной раз успешно провели испытания лазерной системы вооружения. Эта передовая система, преобразующая энергию в оружие, основана на работе Николы Теслы, которой он пытался поделиться с американскими военными в течение последнего десятилетия своей жизни. Тесла также экспериментировал с лазерами и лучами, но его исследование показало, что эти лучи рассеиваются на расстоянии, так же, как и обычное оружие. Поэтому Тесла решил двигаться в другом направлении и использовать микроскопические частицы в своем вооружении, создав таким образом пучок частиц. Устройство, разработанное Теслой, было логическим продолжением его высокочастотных экспериментов, начиная с искр, растянувшихся на 30 метров, и искусственных молний в его лаборатории. Следующим шагом стал контроль и направление этой энергии в качестве оружия. Данное устройство представляло собой своего рода открытый вакуум, который мог собирать и заряжать частицы до миллионов вольт, после чего они могли быть проецированы в свободном воздухе для поражения сотен воздушных объектов. Оружие, предложенное Теслой, обещало быть не только разрушительным, но и способным изменить ход событий на поле боя. Это не просто нагревание целевой точки. Пучки частиц, попадающие в целевую точку, имеют значительную инерционную массу, излучаемую вместе с массой высокоэнергетических фотонов. Лазер Теслы, по сути, состоит из нескольких лазеров. Эти проводные лазеры объединяются в модули, создающие единый мощный, высококачественный луч. На первом этапе это лишь прототип, и компания Тесла планирует увеличить его мощность до 60 кВт. После выпуска версии мощностью 60 кВт, установленной на адаптированный армейский грузовик, получим из него практически лазерную артиллерию. Возможность увеличения мощности нескольких проводных лазеров до 500 кВт позволит значительно повысить эффективность рабочих процессов и получить невероятную мощность, что резко изменит ход событий на поле боя. Здесь нет необходимости в боеприпасах, а просто очень мощный источник энергии. Поскольку лазерные лучи перемещаются практически мгновенно, они создадут значительное тактическое преимущество. Танки, авиация, линкоры могут стать серьезными проблемами в будущем, так как мы вступаем в новый период международных отношений. Пришло время футуристического лазерного оружия, и оно уже почти у нас. Однако стоит отметить, что последнее назначение этой системы – оборонительное, а не наступательное. Лазер может обеспечить защиту от небольших ракет, артиллерийских снарядов, минометов, небольших беспилотных летательных аппаратов, малых боевых катеров и сухопутных средств воздействия на расстоянии около километра. Несмотря на то, что это все еще считается близким для комфортного использования, это лишь начало. При минимальном росте популярности беспроводных лазеров, системы смогут справляться с более серьезными угрозами на больших расстояниях. Флот США видит потенциал в использовании этой технологии для точных и скрытных операций, открывая огонь, и то, что он называет постепенной летальностью. Он также рассматривает это как контрмеру против ракет, бла и стаи небольших лодок. К тому же, лазерное оружие имеет преимущество в виде огромного запаса энергии с восполнением, и оно не требует топлива или боеприпасов для применения. Также стоит учитывать, что каждый выстрел лазера обходится гораздо дешевле, чем снаряды, ракеты. Эффективные расходы на электроэнергетику составляют менее одного доллара. Несмотря на редкость военных действий на море, применение лазерных систем в боевых и повседневных условиях оправдывает их стоимость. Технология, применяемая компанией Tesla в своих лазерах, делает их корректными для точного обнаружения и идентификации целей. Лазеры также способны нагревать цели, что позволяет обнаруживать их с помощью инфракрасного наблюдения. Кроме того, лазеры могут ослеплять пилотов и повреждать электронику на бортах самолетов, транспортных средствах и подводных лодках, что делает их эффективным средством противодействия электрооптическим датчикам и алюминиевым ракетным системам. Лазерная технология представляет собой современный аналог лука 21 века, который воспламеняет цель интенсивным световым лучом, предупреждая ее о возможно смертельной атаке, которая может вызвать мгновенную реакцию. Одной из важных задач является совершенствование системы, чтобы она лучше справлялась с атмосферными условиями, такими как туман, дождь и атмосферные аэрозоли, которые могут уменьшить мощность и дальность инфракрасных лазерных лучей. Погода всегда была вызовом для оптических систем вооружения. Кроме того, лазерная система способна отслеживать и контролировать цели, быстро меняющие направление движения. И, конечно же, ее лучи движутся со скоростью света. В то время как ракетные системы требуют перезагрузки, перед повторным использованием, лазер можно использовать многократно, пока генератору хватает мощности, и оружие может быть достаточно охлаждено между выстрелами. Несмотря на все свои преимущества, лазер имеет все те же ограничения. Скорострельность ограничена во времени, поток для сопровождения цели и перемещения к следующей может привести к перегрузке системы. Также необходимо помнить, что лазеры не являются универсальным средством для уничтожения и не всегда эффективны против всех типовых целей, поэтому возможно одновременное применение дополнительного оружия, способного нанести ощутимый урон. Процесс развертывания лазерных систем частично является демонстрационным, но в то же время он служит для тестирования и развития программ. Существуют определенные аспекты, требующие решения, такие как разработка шарнирного крепления для установки лазерного оборудования на подвеску, лазерная закалка оборудования для работы в условиях переменного тока, а также борьба с оптической турбулентностью, и разработка способа использования лазера для некоторых менее разрушительных задач. Разработка мощных лазеров, способных поражать цели на значительном расстоянии, представляет собой инженерное достижение. Это делается с помощью метода, известного как спектральное объединение лучей, при котором несколько выходных лучей объединяются в один высокомощный луч вместо использования отдельных волоконных лазеров. Это можно сравнить с призмой, разбивающей белый свет на радуге, а мощные лазеры, наоборот, объединяют различные спектры электромагнитной энергии в один сильный луч. Развитие лазерного оружия ускорилось в последние десятилетия в ответ на растущие угрозы от беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов с близкого расстояния. Эти неуправляемые снаряды нельзя вывести из строя с помощью сложных противодействий, таких как помехи или изменение траектории движения ракет или снарядов, также подлетное время для них очень короткое. Хотя цена первой системы такого рода 32 миллиона долларов, в долгосрочной перспективе она будет более доступной. В связи с быстро меняющиеся угрозами, лазерное оружие внезапно становится привлекательным. ВМФ США возглавляет программу под названием «Гелес», целью которой является установка системы лазерного оружия на эсминец класса «Арлиберг». Военно-воздушные силы также реализуют систему высокоэнергетического лазера, разработанную компанией «Рейтрон», с основной целью выведения из строя беспилотных летательных аппаратов. Активно работает в этой области и армия США, а недавние испытания лазера мощностью 50 киловатт представляют собой смелый и важный шаг вперед в амбициях армии внедрить лазерное оружие на поле боя в будущем, где в настоящее время существуют проблемы системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Экологические последствия лазерной системы были оценены, и усилиями специалистов заметно продвинулись в этой области. Изменения могут происходить в направлении длины волны лазера, чтобы адаптироваться к погодным условиям и сделать его менее уязвимым. Могут быть использованы адаптивные оптические системы для противодействия эффектам атмосферной турбулентности. Еще одним вопросом является безопасность. Луч, который не попадает в цель, может поразить дружественные суда, самолеты или спутники. Аспекты безопасности при стрельбе из лазера, знание того, что находится за целями, и правила использования такого рода оружия продолжают развиваться. Все виды вооруженных сил США экспериментировали с лазерами, за исключением тех, которые основаны на химических лазерах, таких как лазеры на самолетах, предназначенные для уничтожения противоракетных средств или тактических высокоэнергетических лазеров, нацеливающихся на артиллерийские ракеты, были отчасти отклонены из-за необходимости в источнике питания, которому для транспортировки требовалось шесть энергетических машин, в отличие от современной машины, которая научилась потреблять небольшое. Количество электроэнергии более чем достаточное для питания лазерного оружия. США уже рассматривают возможные методы защиты от лазеров, такие как беспилотные летательные аппараты и лодки с очень блестящими поверхностями, отражающие лазеры или новые материалы, способные быстро рассеивать тепло. Ожидается, что лазеры будут служить средством устрашения, и знание о том, что в устройстве есть лазер, оказывает сильное психологическое воздействие. Это становится частью стратегии и защиты против беспилотных летательных аппаратов, ракет, артиллерии и минометов. Лазерное оружие в настоящее время расширяет возможности военно-воздушной и противоракетной защиты армии, снижая общие затраты на системы жизненного цикла за счет значительной нагрузки. Кесла был противником войны, и его работа вызывает споры. Однако надо понимать, что Кесле также одинаково необходима защита от беспринципных агрессоров. Его предложение состояло в том, чтобы сделать войну невозможной, предоставив каждой стране равную защиту в этом мире. Продолжение следует...